Нельзя с собаками и на велосипедах Потому что ты жадина По-моему, дороговато для Братиславы Баша на экран, об этом тоже говорит Друзья, всем привет! Наша новая серия начинается у главного католического собора Братиславы Это собор Святого Мартина И мало кто знает, что именно здесь в свое время Короновали 11 венгерских королей и 8 королев Начиная нашу прогулку от собора Святого Мартина Мы отправимся в Братиславский град Который обещали вам показать на протяжении нескольких видео Зайти внутрь у нас не получится По какой причине даже не могу сказать Но на входе стоит табличка «Не заходить» Спросим у наших друзей, которые проживают В Братиславе, почему сейчас именно так Ну а пока покажем вам виды собора снаружи Субтитры сделал DimaTorzok Подъем начинается у нового моста У автобусной остановки Вот она там внизу торчат красные автобусы А наверх ведут лестницы с надписью «Кастел» «Замок» Именно туда мы и отправляемся Для тех, кто не успел подняться метров на 50 Но уже проголодался, есть ресторанчик Где можно отведать ребай стейк за 22,9 евро По-моему, дороговато для Братислава На подъеме нас встречает Ворота Сигизмунда Которые, насколько я вижу, закрыты Но вокруг, вдоль крепостных стен Можно подняться выше и осмотреть Братиславский град А тем временем на меня что-то капнуло Надеюсь, не капнуло К воротам они действительно закрыты Здесь нарисована карта И особо-то не понять, откуда входить То ли подниматься нужно вот туда, вот наверх То ли обходить этот замок с левой стороны А мне кажется, как ни пойди, все равно обойдешь вокруг Внутри я знаю, что есть сады барокко И еще несколько интересных объектов Предлагаю начать свой путь именно отсюда Чтобы посмотреть на Дунай с высоты На воротах написано, что Братиславский град открыт с 8 утра до 24 часов Нельзя с собаками и на велосипедах Но по факту он закрыт Поэтому идем вокруг Зеленый Дунай, зеленые реки А на горизонте Австрия с ее ветреними вельми Но стены, конечно, имеют так себе высоту Нашим паркурщикам современным Я думаю, не составило бы большого труда туда забраться Но раньше паркурщиков не было Это было оборонительное укрепление Которое, благодаря высокому положению на горе Мне кажется, прекрасно справлялось со своими функциями С паркурщиками И с паркурщиками тоже Смотри, какая скамейка Эта скамейка называется Измеритель максимальной попы Вот если попа больше, чем эта сидушка Значит, пора худеть То есть это одно семидоле и второе семидоле Нет, это слишком Ура! Мы нашли вход Он же выход Обошли с обратной стороны Сюда, кстати, автобусы подъезжают Наверное, можно приехать Но мы пешочком, как всегда, как любим Поэтому заходим внутрь Вроде как вход бесплатный Справа нас встречает схематическое изображение Достопримечательности Братиславского грамма Этот замок на холме является символом Словакии Во время правления Сигизмунда Люксембургского Замок стал резиденцией венгерских монархов Здесь внутри есть музей Временные экспозиции, ресторан Гардероб, удобство В общем, если хотите насладиться Всеми прелестями современного мира То милости просим сюда Какая Братислава интересная Если посмотреть вдаль, то похоже на наши спальные районы Петербурга Если сюда, то, не знаю, на Пражский град, например Сам замок мне напоминает белорусский Несвижский А утопающий в зелени Дунай Пригороды Будапешта Как много всего Алини напоминает в Братиславе Вот мне лично здесь ничего не напоминает Никаких ассоциаций нет Абсолютно местная такая архитектура Другой я такой нигде не видел Не видел? Не, не видел вообще Поэтому я не знаю, что там тебе напоминает Ну такой славянский замок Вот мы когда были в Белоруссии, мне почему-то напоминает Ну с Белоруссией, конечно, немножко что-то есть общее А Пражский град напоминает Потому что также на возвышенности расположены Тоже закрытая территория Но внутрь в музей мы не пойдем А лучше покажем вам сады Барокко Пошли к камню На котором есть вкрапление камней более мелких, другого цвета Не знаем, что это обозначает Может быть, это какие-то раскопки Смотри Башня Здесь вот три вида минералов указано Ну вот здесь, смотри, Алина Вот это, скорее всего, раскопки Что-то осталось от предыдущего строения Видишь, там круг И здесь тоже круг Поэтому это... Случайно не древний баптистерий Что-то я, кажется, такое читала Если знаете точно, напишите в комментариях Потому что я плохо подготовилась к Братиславе Честно говоря, не успела просто Поэтому ходим так, можно сказать, интуитивно Ну вот это вот точно полностью реализована картинка Как вот она в натуре построена там Да-да-да, но только вот что это? Это фундамент от старого здания Это точно А вот что это было за здание Это, конечно, вопрос Друзья, напишите в комментариях Если кто знает Здесь есть бесплатный Wi-Fi Называется Братиславский град Да, называется Братиславский град А я прочитал Братиславский хард Сначала Ну, хард Понимаешь, да Жесткий Братиславский сад А по звуку отбойного молотка Мы слышим и понимаем Что вот в тех зданиях идет реконструкция Ну и, собственно, башенный экран Об этом тоже говорит Не знаю, кто тебе о чем говорит Но я смотрю, что здесь красиво сделанные сады Это такая скромная версия, мне кажется, садов барокко, да? Ну вот такая, можно сказать, скромная, аскетичная миниатюра Но очень приятная Я сейчас с удовольствием сделаю несколько красивых фотографий Представляешь, сколько нужно времени садовнику уделять этому саду ежедневно? Это как, смотри, верхний Петергоф и нижний Петергоф Ой, слушай, вот это я бы даже не сравнивал Поэтому я и сказала, скромные сады Микро-мак, микро-микро-петергоф Я бы сказал, что в Петергофе там, конечно, сады Поэтому я и сказала, что они скромные Но все равно очень приятные И хорошо гармонируют с белым цветом вокруг А еще с учетом того, что здесь свободный вай-фай Можно сесть на ступенечки и наслаждаться красотой и интернетом Да, и делиться этими красивыми фотографиями Сразу же, сразу Сразу же с большой землей А туалет здесь в Братиславе бесплатный Это круто Реально, коммунизм Ох, как хорошо, прохладно А ничего себе При входе в туалет нас встречает вот такая вот красивая комната с картинами И вот, судя по вот этому товарищу в желтых очках стильных Это современное искусство Если вы еще не успели обзавестись картой достопримечательностей И не знаете, чем заняться в Братиславе То здесь, в том числе на русском языке Когда вы идете в туалет, собственно Есть такие карты И в них указаны и достопримечательности И особенности транспорта Братислава А если вы владеете английским, то информацией гораздо больше Друзья, я сказал, что туалет бесплатный Я ошибся 80 центов стоит туалет на человека Ну вот и закончилось наше путешествие в Братиславский град Нужно отметить, что вход абсолютно бесплатный Если, конечно, вы не идете посещать музей Это приятно, конечно Потому что платить не хочется Не хочется почему? Потому что не хочется Потому что ты жадина Я жадина Сэкономил, считай, заработал Друзья, если вам понравилась наша солнечная позитивная прогулка Не забудьте поставить лайк Ну а мы обязательно перелетим к следующую серию Снимать для вас годный контент Пока! Пока!